В наших выпусках мы уже не раз рассказывали о беженцах с Украины. Люди вынуждены искать убежище, спасаясь от бомбардировок ВСУ и нацбатов. К настоящему времени в Тверской регион прибыло почти 200 граждан Донецкой и Луганской народных республик. Но большинство из них пока не спешат обращаться в миграционную службу для постановки на учет. Возможно, попросту не зная о том, что официальный статус для таких людей на российской земле дает ряд преимуществ. Например, возможность трудоустроиться на территории Тверской области. Подробнее в следующем сюжете. Сотрудники полиции уточнили, статус временного убежища получили только трое из тех, кто приехал в Верхнего Ужья из ДНР и ЛНР после начала спецоперации. Еще трое только вчера подали документы. Статус выдается людям в течение трех дней. При этом граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование. Для такой категории лиц прохождение медицины осуществляется бесплатно. Важный момент. Тест на ковид, прибывающим из Донецкой и Луганской республик, проходить не нужно. Здесь сотрудники полиции сослались на приказ Минздрава, вступившего в силу с 1 марта. В этот приказ, вступил верно уже в силу, внесены изменения в феврале месяце. Так вот, Минздрав, в общем-то, исключил из перечня инфекционных заболеваний вот это заболевание, связанное с COVID-19. Что же дает человеку статус временного убежища? С получением на руки этого документа появляется право за короткий срок получить гражданство Российской Федерации. Достаточно, как бы, такой механизм простой. При определенных условиях для граждан ДНР и ЛНР, если у них имеется регистрация на территории этих субъектов на марте 2014 года, то они имеют право приобрести гражданство в упрощенном порядке по указу президента. Срок рассмотрения данных заявлений – три месяца. В настоящее время рассматривается возможность, вносится изменение налоговый кодекс для того, чтобы возможность была обратиться с заявлением без оплаты государственной пошлины. А еще свидетельства о временном убежище дают человеку шанс найти на Тверской земле работу. При получении этого статуса, если граждане не желают приобрести гражданство, они имеют право работать у нас на территории нашего региона без оформления патента. Соответственно, работодатели могут привлекать данных иностранных граждан при наличии вот этого свидетельства о предоставлении временном убежище. Из почти 200 жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Тверской регион после начала спецоперации, на учет встали не больше 50. Это потому, пояснили полицейские, что обращение в миграционную службу не является обязательным. Хотя личность каждого прибывшего со стороны Украины тщательно проверяется. Продолжение следует...